Какие-то проблемы возникают. Всем привет. Сегодня у нас 1 февраля. Наконец-то январь закончился, хотя, как ни странно, у многих продавцов спрашивал, в январе продажи были лучше, чем в декабре, ну или, по крайней мере, не хуже точно. По моим товарам, которые связаны со здоровьем, по большому счету спада никакого не было. Спрос как был, так и остался. У меня больше скачки по продажам были именно от конкурентов. Сейчас только что один из своих аккаунтов зашел там в листинге два дропшипера, один FBM, один FBA. Они как бы больше на продажу влияют, чем все остальное, то есть сезонный спрос и так далее. Сегодня мы хотели рассказать две темы такие основные. Ну, про услуги. Вообще, чем мы занимаемся, потому что периодически надо обновлять информацию. Я думаю, какие-то будут вопросы по неверифаю, вопросы по склейке, вопросы по еще чему-то. Я предлагаю сначала, чтобы Сашу освободить по-быстрому. Пускай он расскажет про торговые марки, какие есть нюансы, потому что я постоянно сейчас в чате вижу, где регистрируют торговые марки, кто регистрируют торговые марки. Может быть, там до патентов мы еще не дожили, но мне кажется, если люди не знают, где регистрируют торговые марки, они про патенты просто в принципе еще даже и не думали. Саш, приступай тогда. Да. Добрый день всем. Денис, как меня слышно? Отлично. Хорошо. Тогда я расскажу, наверное, сразу же самых последних новостей. В прошлом году у нас не было ни одного отказа по торговым знаком. Были возражения, но, как показывает практика, наши проверки всегда успешны. И, скажем так, нам везет. Не всплывало никаких каких-либо вопросов. Также вот поступила новая информация. Есть возможность по поводу бренд, ускорения бренд-регистри через Великобританию. То есть подаются два торговых знака. Один подается в США, другой подается в Великобританию. Там, получается, решение выдается быстрее, где-то в районе четырех месяцев. Но данный торговый знак не обладает, естественно, никакой силой в США. Он просто дает вам бренд-регистри, возможность получить бренд-регистри. Сумма приблизительно где-то в районе четырехсот сорока долларов и классы там дешевле, в районе ста долларов. То есть есть возможность, если это экономически целесообразно, сократить срок приблизительно где-то на четыре месяца от получения бренд-регистри. Что касается услуг нейминга, точно так же, как показала статистика, то наш нейминг проходит очень быструю регистрацию. То есть если стандартный срок экспертизы торгового знака в США, назовем так, где-то в районе восьми месяцев, девяти, но в лучшем случае семь. То есть вот у Дениса нейминг прошел первый, получается, проходит за шесть месяцев, а второй торговый знак был подан с разницей в пять в месяц. И он, по-моему, будет получен где-то в районе пяти с половиной месяцев. То есть получается такая ситуация, что когда нейминг сделан очень качественно, эксперту даже не нужно ничего проверять, он видит, что нет ничего похожего, чистый торговый знак, его автоматом выдают. это что касается нейминга. Также пока все. Денис, поможешь мне? Алло. Я микрофон просто выключил. По поводу того, что расскажи о том, что регистрация реклама, регистрация вот поступила информация с проблемами, возникшими. Да, то есть поступила уже проверенная информация, что в Штатах, ну, в принципе, и везде действует, скажем так, пиратская война по поводу торговых знаков. То есть вы регистрируете торговый знак, допустим, по одному классу, по вашему товару. К примеру, пускай это будут носки. Но конкуренты или вот пиратская компания регистрирует ваш же торговый знак по классу 35-му. Там, где идет услуги, торговля и реклама. И потом они вам предъявляют претензии, не позволяя вам торговать вашим же товаром. То есть с претензией на то, что вы якобы рекламируете свой товар под якобы их товар в сфере услуг и онлайн-торговли. Они выставляют вам претензии. Естественно, сумма претензий очень красивая, но посчитав, что в суде вам судиться с ними еще дороже, вам придется согласиться и откупиться, грубо говоря. То есть общеизвестная практика, что большие фирмы обязательно регистрируют все возможные классы. И в первую очередь это 35 класс. Онлайн-торговля, реклама и продаж магазин. Это что касается 35 класса. То есть в принципе, если видите, что более-менее выходите на какой-то нормальный уровень торговли, советуем дозащищаться с 35 классом. Так. Сейчас, секунду. Меня беспокоит, знаешь что? Вот я сейчас сделал торговую марку, нейминг, все дела. У меня в течение последующих двух месяцев я уже получу. Так как я не крупная компания, я сомневаюсь, что кто-то там будет на меня наезжать, но я уже сейчас, вот когда мы с тобой начнем завтра, сколько мне надо перевести денег будет, там, грубо говоря, как обычному клиенту, чтобы, потому что многие сделали торговую марку, вот сегодня я с товарищем разговаривал, который регистрирует, про 35 класс мы не слышали. Вот. Мы, ты говоришь мне, мы делаем экономный вариант, но я сейчас говорю, я на данный момент на дрокшиперах теряю там, я не знаю там, 500 долларов в день чистыми из-за этого, но не принципиально. Надо в любом случае делать хорошо и голову не забыть, закрыть этот вопрос и двигаться дальше. Что надо для этого сделать? Ну, еще раз говорю, в Европе, даже в России, в США есть стандартные подход всегда, если вы регистрируете торговый знак, это регистрироваться минимум по двум классам. Это ваш товар, товар вашего класса и 35 класс, который не позволяет обходить ваш торговый знак. То есть, это то, что называется реальный, нормальный, нормальная защита. Так, хорошо, я понял. Смотри, на данный момент мы там платим, сколько там сейчас? 675 долларов? Да. Так, если мы бы делали два класса, сколько бы это стоило? Сразу? Да, то же самое, 675 плюс 275. То, что отдельно, что сразу, по деньгам это все то же самое, правильно получается? Да. То есть, сейчас на данный момент ты мне просто, я тебе заплачу, ты мне, самое, откроешь на каждой мой, у меня две торговые марки, на каждой просто мы подадим на 35 класс отдельно. И все, ничего страшного в этом нет, правильно? Да. То есть, получается, смотри, если подавать по отдельности, то это, получается, два пакета документов. То есть, получается, цена выйдет 675-675, а если подавать сразу, ты просто подаешь как 675 плюс 275. В этом смысле. Для клиентов это будет так. Сразу, да, для клиента выгоднее, но если уже ошиблись, если так не сделали, то, соответственно, будем по отдельности делать, здесь дороже получится. Вопросов нет. Тогда, значит, две пошлины по деньгам одна сумма, а так два раза. Ну, естественно, по нашим клиентам постоянно сделаем какие-то скидки, тем более, что данная процедура, вот, подача второго класса, она считается как расширение прав, и она должна проходить намного быстрее, как она подойдется на основании предыдущего торгового знака. Понял, отлично. Вопрос у меня. Аня, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Саша, Денис, я еще хотел вопросик задать. Конечно. Саша, слушай, а такой вот вопрос. Если мы регистрируем, например, текстовое написание торгового знака и графическое, там, комбинирование, например, смотри, если мы зарегистрировали, например, какой-то класс, к примеру, там, посуда из нержавейки, и наш, допустим, конкурент продает там какие-нибудь резиновые игрушки, решил зарегистрировать нашу торговую марку под резиновые игрушки. У нас этот класс не занят. Он сможет наше графическое исполнение использовать? Либо ему отклонят, в принципе, потому что уже такое графическое исполнение даже в этом классе. Скажем так, это, в принципе, введение экспертизы, но, скорее всего, ему отклонят графическое использование, потому что, когда идет поиск, то он идет в основном по целому классу и по похожим изображениям. то есть само графическое изображение разбивается на элементы. Если там есть звездочки, то проверяются все звезды любых классов. Ну, я к тому, что, в принципе, если мы делаем комбинированную торговую марку, то, в принципе, мы немножко защищаем себя и по другим классам, потому что, как минимум, он сможет нашу содрать торговую марку, например, текстовое написание, там, но с таким уже логотипом, например, он не сможет запускать товар. Нет, не так. С юридической точки зрения самыми большими правами обладает простая словесная регистрация. Она защищает любые варианты исполнения, то есть с логотипом, без логотипа, круглую, красную, зеленую. Нет, смотри, я не об этом. Саша, смотри, например, вот мы возьмем торговую марку Apple. Возьмем вот Apple, да. Apple, например, касаемо электроники, там, и, например, зарегистрировали, например, Apple, там, мобильные телефоны, класс, да, и вот зарегистрировали мы еще яблочко вот это нарисовали. И, например, я решил продавать, там, к примеру, пирожки какие-нибудь, да, или там печенье под торговой маркой Apple. Вот, как бы если я продам заявку на регистрацию торговой марки Apple, там, класс, выберу, там какие-нибудь кондитерские изделия, да, но туда, например, захочу добавить вот это яблочко. Скорее всего, что мне не дадут с яблочком зарегистрировали, правильно? В другом классе дадут, все-таки дадут. И в другом я смогу с яблочком даже зарегистрировать? Да. Пример с Apple не совсем правильный, потому что Apple это общеизвестный торговый знак. я понимаю, это я понимаю. Амбатом на все классы. Это понятно, но если мы возьмем, как говорю, какой-нибудь там, ну, понятно там. Я понял, к сожалению, только по классам. И в Америке даже по похожим товарам максимум, что они откажут. Слушай, а еще вот я слышал еще, есть как бы такое, скажем так, такая форма защиты, когда мы просто берем графическое исполнение и подаем на, как это сказать, авторские права. То есть там тоже порядка до 8 месяцев ты можешь зарегистрировать, например, авторские права на какой-то дизайн. Соответственно, данный дизайн в принципе уже никто не сможет применить ни в логотипе, в форме, там номер упаковки, еще где-либо. Да, есть такая возможность. Там даже быстрее, там регистрационный номер авторских прав получается сразу же, а сертификат в районе 4-6 месяцев. Там можно регистрировать логотипы, фотографии, видео, статьи, книги, программы, АВМ, практически все. Ну вот просто смотри, получается это же будет дешевле намного зарегистрировать какой-то логотип, то есть как минимум уже не смогут сделать контрафактную продукцию с нашим логотипом. То есть даже если они зарегиструют торговую марку, мы можем к ним предъявить претензии. Нет, ничего не сможете предъявить. Торговая марка... За использование нашего логотипа? Да. Нет, он сделает коробку с нашим логотипом. Мы предъявим претензии, что он использовал логотип. Это разные вещи. Защищен авторскими правами. Вы защищаете здесь ваше авторское право как изобретателя. Как изобретатель, да. Совершенно верно. Вот вы автор этого логотипа. Если человек использует этот логотип как торговый знак, это совсем разные вещи. Он использует его как по применению в бизнесе. То есть здесь пример логотипа не работает. Вы защищаете авторскими правами только, допустим, вот как он изображен. Потом, если вы его продали или у вас его украли и защитили как торговый знак, торговый знак все равно выше по защите по юридическим правам. И максимум, что вы сможете ему предъявить, это, ну, знаете, из серии «Ах, какой плохой дядя! Вы использовали мой логотип?» Помахать ему пальчиком и все. Ну, не знаю, может долларов 200-300 вам вернут за, скажем так, за украденный логотип. Но сам торговый знак предполагает использование в бизнесе. Это отдельное, скажем так, правовое поле. Точно так же, как патенты являются отдельным правовым полем. А с точки зрения, например, выгнать хайджекера, выгнать там продавца, который торгует контрафактом, либо там твои фотки копирует. Да, это идеальный вариант. Вообще, есть такой, как бы... Мне кажется, Amazon же как бы не разбирается. Если ты предоставил что-то авторские права на какой-то дизайн, он сразу выкинет, то есть он даже разбирается. как только вы даете им номер, они очень, скажем так, в скоростном режиме выкидывают, блокируют по защите с авторскими правами. То есть, в принципе, если подходить с точки зрения защиты, есть три уровня защиты, и в комплексе это, скажем так, идеальный вариант. Первый – это авторские права, которые являются первой ступенью. Потом второй – торговый, который является более сильной защитой. И, естественно, самый высший уровень защиты – это если вы сделали патент на ваш товар, тогда считайте, что вы практически бог на этом рынке. Вы можете просто блокировать рынок, эту нишу. И если у вас есть эти три авторских, в смысле, три уровня этой защиты, то это считается вообще как непробиваемым. Спасибо. Спасибо, Саша. Нет. Всегда рад помочь. Что у нас еще есть? Ну, в принципе, еще раз давайте подытожим. Отказов мы не получили, многие люди уже получили торговые знаки, многие на подходе. Что касается нейминга, всем, кому сделали, советую, в прошлом году тоже многим делали нейминг, советую все-таки переходить к регистрации, потому что всплывают другие названия, которые смогут вам, скажем так, перебить ваши права. Ну, то есть, сами знаете, американский рынок очень быстро двигается, и там большая конкуренция, тем более названия, приоритеты, и так далее. Много фирм из Европы, из Китая, на американский рынок. То есть, каждый день практически может всплыть какое-то название, которое перекроет ваше. И, опять же, для полноты защиты подытожим, что желательно все-таки регистрировать 35-й класс, и для тех, кому очень-очень срочно нужно, можно регистрировать через Великобританию, что, в принципе, где-то позволит получить бренд регистрии в районе 3-4 месяцев. Ну, а с нашим неймингом это получается где-то в районе 6 месяцев. Опять же, ориентировочно. Денис, у меня все. Я подытожил. Про патент рассказал, по большому счету, тогда, действительно, тут уже все понятно. Давай тогда начнем с тобой на сегодня. Если вопросов нет, Саша тогда у нас идет отдыхать. Аня сейчас расскажет про остальные какие-то у нас услуги, а я потом расскажу, наверное, так как прошлый ролик у нас сдох немножко про обучение, да и все. и ответы на вопросы по любой тематике. Окей, всем спасибо, всего доброго, удачной торговли. Все, давай, пока, удачи. Аня, ты здесь? Да, да, я тут. Так, демонстрация экрана, Саша, отключена. Что это за звуки такие? Это не у меня. Я понял. Ну, сейчас Саша тогда отключит. Ну, давай, рассказывай, что у нас там. Ты можешь демонстрацию экрана включить? У тебя есть какой-нибудь макулатура? Нет, нет. Ну, тогда голосом просто рассказывай по списку. У меня, в принципе, вот черненький вот этот список есть. Давай, я его открою в нашей таблице инструмент. Да, вот я по нему сегодня не ориентировалась. Давай, сейчас возьмем его. Или даже, даже не так, даже можно в Zoom. Zoom, ShareScreen. Так, ShareScreen. Сейчас зайду. Так, видно его там? экраны. Нет, не видно. ShareScreen. Сейчас? Сейчас видно. закрыл, вопрос оставил. Так, тут еще вопросы у нас были. Знаешь, Денис, звук отлично слышен, а собеседник фонит. Шум сильно от детей. Но это у Дениса там дети, я не знаю, у него, может, однокомнатная квартира, я не знаю, у него все время там шумно. Дети наши. Согласен. У меня после этого вообще звук отключился. Перенапрягся, это самое. Ну, давай, рассказывай тогда, я не буду тебя перебивать. Ну, я не по порядку, да, начну. И рассказывай как по значимости, как ты считаешь, а я буду комментировать вообще все по очереди. Давай. Давай. Ну, первое, я хотела рассказать это про не верифайл, да, самая такая, наверное, сейчас актуальная тема. Статистика нужна. Статистика такая, что в целом из там, тысячи, честа заказов было всего два бана, то есть это меньше от двух бана. Суспенда, суспенда. Суспенда, хорошо. Вот, в принципе, мы эти вопросы решили, мы наших клиентов не оставляем, то есть мы составляем апелляции и, в принципе, все было успешно, да. Вот, почему-то во всех группах сейчас информация, что за не верифайл полностью там сплошь и рядом банят, я не знаю, которые заказы делают у нас, вот такая статистика, то есть было всего два суспенда и все. В принципе. С какой скоростью сейчас заводить можно? С любой скоростью, ну, оптимально мы делаем до 10 отзывов в день. Ну, это уже больше сами клиенты. Как ребята выбирают статистика, что мы имеем статистику вот ту, по какой статистике в основном все берут? Статистика до 10 в день, 8-5 примерно. Но это уже сами клиенты выбирают, то есть мы можем разместить хоть 100 за раз. Здесь просто процент удалений больше. Когда, чем больше заливаешь, тем больше удаляют. В принципе, сейчас Амазон их постоянно чистит и постоянно перезаливаем по гарантиям. В принципе, у нас гарантия месяц, любое количество переразмещений в этот срок. Гарантию мы выполняем по понедельникам. Вот, в принципе, сколько удаляется, столько мы добавляем. Так что, в этом плане таких проблем нет. Но, в целом, они уже менее живучи, чем раньше, потому что их все равно постоянно Амазон чистит, стирает, удаляет. Стараемся, там, месяц у кого-то все равно стараемся переразмещать. так что, в принципе, опять, когда кто-то там в каких-то группах негатив на нас, о нас какой-то пишет, мы всегда на связи, я всегда всем отвечаю, никогда я клиентов никуда не отправляю, мы сами составляем апелляции, все это делаем. Так что, это все есть. По гарантиям, если у кого-то стерли, так же все ко мне обращаются, мы все это делаем. Это вот, в принципе, про не верифай, какая ситуация сейчас. Давай про не верифай я добавлю немножко. Про не верифай. Как закончишь, давай я добавлю просто вообще. Ну, в принципе, я все сказала. Вот, по поводу вот этих всех моментов, я хотел первое сказать, во-первых, все делают одно и то же примерно, плюс-минус. Вот, я знаю, там, ребята некоторые говорят, что у них там все круто, отлично, вообще никогда ничего, но может быть, может быть, я ошибаюсь, но теми, с кем я работал на постоянку достаточно долго, мы работаем с огромным количеством людей, вот, у всех примерно одинаковые, из-за этого, когда начинается разговор о том, что здесь не ходи, голова бобо будет, вот, а здесь ходи, здесь будет все хорошо, это все вранье, то есть, в любом случае, это первый момент, так что, да, действительно, есть моменты именно с гарантией, просто с надежностью, все остальное, потому что мы, естественно, стараемся работать с нормами надежными, второй момент более важный, на самом деле, а то получаются какие-то все оправдания, тут каждый выбирает для себя, надо понять, для чего они вообще нужны, зачем вообще о них столько разговоров вести об этих не верифай-отделах, просто-напросто, на данный момент, есть несколько стратегий запуска, их достаточно много, я достаточно активно использую, вот, конкретно использование не верифай, вот, потому что на начальном этапе надо понять, для чего вообще не верифай, что они такое делают, замечательное, о чем все время постоянно они говорят, они делают достаточно простые вещи, они делают нам конверсию, на самом деле, не более того, ничего у них волшебного, в не верифаях нет, просто занимаются конверсией, чем больше у вас будет отзывов на старте, тем у вас будут лучше, лучше КПД, так скажем, вот, из-за этого по не верифаям на начальном этапе их запускаем так активно там, чем больше на самом деле, тем реально лучше и так далее, и как бы там ни было, не верифай удаляют однозначно, но не в тех масштабах, как раньше, то есть если раньше у нас, ну прям месяцами, да какой месяцами, я даже не замечал, что их удаляют, то есть там просто не замечал, сейчас, да, действительно с этим есть такие не слабые сложности, вот, и месяц не два, как мы раньше гарантию давали, а намного меньше, вот, но в любом случае, если мы начинали от гарантии на одну пересдачу, сейчас ребята делают раз в неделю, то есть четыре пересдачи по большому счету получается раз в понедельник, то есть не без гарантии, четыре-четыре раза они могут это переделать, просто есть такой момент, что многие, давай, давай, быстрее у меня продажа встали, там, мы нарушаем правила, надо не забывать, что мы нарушаем правила, и если мы будем наглеть, у нас будут проблемы, то есть если запалились, а запалиться можно по огромному количеству причин, что-то с аккаунтом не так, там, ну, то есть привлекли внимание, может быть, лишний раз в саппорт написали, там, в чат поддержки, они как-то вас заметили, обратили внимание, по миллиону причин, у меня за сутки два раза у товаров, у двух на разных аккаунтах убрали все, кроме тайтла, то есть я просто не торговал, а это топовые товары, просто взяли, убрали, ничего не с того, мы писали туда, нам то и где им надо, то это, хоба они вернулись и нормально продаются, просто на, там, на ночь пропали и все, то есть непонятно, это Амазон, из-за этого не надо относиться к этому как к швейцарским часам, это все такая вода, на нее наступил, где-то провалил песок, на нее наступил, где-то провалился, а где-то дальше пошел, то есть это нормально, соответственно, для чего мы делаем не верифай, для того, чтобы была нормальная конверсия, на старте было бы у меня, там, я не знаю, 50-100 не верифаев на третий-четвертый день, спокойно можно спать ППС, со 100 отзывами, ППС будет работать лучше, раздача будет работать лучше, зацеп на первой странице будет работать лучше, чем с 10 отзывами, но мой опыт говорит о том, что это очень рискованно, и самая большая максимальная проблема это исключительно жалобы, жалобы конкурентов, это действительно серьезная проблема, вот, жалобы конкурентов, она, я от этого уже страдал, меня засуспензили на двое суток, кого-то, или на трое, я уж не помню даже, вот, это было под новый год, то есть я попал серьезно, буст я частично потерял, кого-то вот сейчас с успенда я смотрю все дольше и дольше, то есть решение проблем там до 10 дней, у нас вот как раз сейчас человеку там решили, но это все равно, это потери позиций, то есть я бы не рисковал, трех-пяти за глаза, если, ну опять же надо понимать, если вы делаете там, по купонам раздаете в день по 100 штук, я думаю, можно и 20, если не верифай закинуть, но если вы идете классически, как вот по моей схеме, там, вначале, чтобы Лисин проснулся, потом начинаем его постепенно запускать все, так скажем, маховик раскручивать, тогда я не буду, например, 10 штук давать, риск не стоит того, то есть мне вполне достаточно 3-5 в день рандомно, вот, и чтобы там на протяжении месяца мне каждый день там фигаить, постепенно, тогда мои конкуренты к этому привыкнут, Амазон, даже если на меня пожалуется, увидит, что у меня есть продажи, что гипотетически товар востребованный, и более продаваемый товар, мне кажется, можете я ошибаюсь, но восприятие Амазона лучше, чем когда товары органики ноль и только фигачат одни отзывы, вот, да, есть момент еще, например, если используется один аккаунт, там много отзывов, там забанили, и, соответственно, прилетит тебе, ну, то есть засуспензили, и прилетит к тебе эта тема, ну, сейчас на сколько, Ань, ребята, разные же делают эти все вещи, там же делают отзывы, со скольки, с одного аккаунта, сколько отзывов сейчас вообще делается? До пяти. До пяти, ну вот, соответственно, если сделали пять, кого-то засуспензили, можно попасть с ними, то есть тоже надо это иметь в виду, то есть это опять же риск, если нам сделали, если сделали в день 10, соответственно, риск увеличился в два раза по сравнению с пятью. Вот, то есть я на данный момент замены не вижу, если говорить про склейку, которую мы сейчас будем дальше говорить, как я относился к склейке, пока на данный момент я еще не вижу, не вижу того эффекта на старте от склейки, потому что склейка круто так заработает, вполне возможно, даже, наверное, утвердительно могу сказать, что она на данный момент точно более безопасна, потому что просто прецедентов, суспендов нет, но есть моменты, моменты связаны с тем, что самый главный момент это геморрой, то, что отцепляют постоянно, если есть ниши, где вообще не отцепляют, там действительно это работает на ура просто. То есть вот если вам повезло, что у вас нет конкурентов таких продвинутых также, вот, если вы глаза никому не мозолите, никто на вас не жалуется, то сработает супер. Какая вероятность, каких нишек, я не знаю. В моих нишах, с кем я работаю, у кого, у многих удаляют. Второй момент, там бывает, вы прицепите какой-то лисин, который рабочий, то есть человек просто товар кончился, ну, каким-то причинам, полгода он у него висит, он увидел, что прицепили, начал обмущаться. Бывает такое, но это уже мелочь. Это технический момент, отцепил, забыл про него. есть момент, связанный у меня все равно с каким-то грузом, того, что цепляешь, когда вариацию, она где-то была вдалеке, и она потянет тебя вниз. Из-за этого я все-таки предпочитаю это запускать, склейки чуть-чуть попозже, просто чуть-чуть. Там, на третьей неделе, например, установил, запустил. По тому, что ты сейчас говорил, если ты начинаешь новый товар, но у тебя уже, получается, там склеенные листинги, предыдущие, они, получается, тянут, да, все-таки? Я считаю, что тянут. Руслан мне доказал, что не тянут. Я не знаю. Ну, клиент тоже, многие дают отзывы, что все-таки ключи очень сильно поднимаются. От склейки? Да, от склейки, но за счет приклеенных вариаций. Вот, из-за этого тут моментов много. Для меня я рассуждаю логическую. В плане того, что все вариации, которые к нам приходят, они все равно из глубокой-глубокой низины. Даже если они были раньше крутыми, они из глубины. Но я знаю товар у меня, который есть, который только начинает с товаркой им цепляться, вдруг супер, и он сразу за 23 дня выскакивает. Вполне возможно, это такое эффект. Еще есть третий момент, это когда мы не голосуем за свои родные отзывы, нам все равно нужен верифай. Все равно, то есть какая бы склейка ни была, даже если мы откидываем момент на погружение. Так, отключите, пожалуйста, микрофон там, а то вот понят. Что-то у кого-то дубль, да, идет фейсбуковский. Вот, даже если, даже если у нас есть момент, мы откинем момент того, что он идет вниз, но откидываем. Я вообще, вот, вполне согласен, я на данный момент очень плотно с этим работаю и очень много сейчас тестирую. То есть, я это точно смогу сказать через там месяц, потому что у меня очень много товаров на этом тесте стоит и с склейками, и без склейок. Ну, короче, там очень много. Вот, и, соответственно, если мы даже это отбрасываем и гипотетически представляем, что как вот бывают реальные листинги, которые лежат в глубине, их только подцепляешь, память Амазона такая мощная, что он его выкидывает вверх. Потому что мне многие говорят, мои ученики, которые сказали, прямо вот сделали, в два в три раза продажа увеличилась. Но это касается два в три раза, надо понимать. Вы все равно должны быть в трафике. Если вы не в трафике, вы где-то там находитесь на 20, вам ничего не поможет. Вас сначала должны увидеть. Есть другой момент. Момент связанный, все равно, когда вам делают склейки, склейки от других товаров. Даже, ну, конечно, можно сказать там, я вот дженерик там, грубо говоря, там сделали такие отзывы, которые ни к чему не относятся. они относятся просто, товар классный, товар подошел, мне все нравится, ну, такие. Да, за счет этого еще можно говорить полам, но их очень ограниченное количество. И в идеале, в идеале, это сделать собственные отзывы, хотя бы десяток, чтобы вы хотя бы первую страницу закрыли. И желательно verify. Потому что, с другой стороны, принц, какая ренз, verify, не verify. То есть, в любом случае, нужны какое-то количество отзывов. Соответственно, мы в любом случае, если verify, откладываем на две недели. Ну, не напишешь быстрее. Если напишешь, шанс удаления, все остальное выше. Чтобы за вас проголосовали, и желательно, чтобы они с фотографиями были, со всеми делами, чтобы спереди сначала они были. Так что, то есть, в любом случае, склейка чуть-чуть попозже. Просто чуть попозже. Она, у меня, она просто, вот она кричит. Чуть-чуть меня попозже. Чуть-чуть. Просто вот, две недели, три недели. То есть, тут уже смотреть момент. Ну, это мой. Вначале, ты не склеенная, да, завозишь? Ну, я не склеиваю ничего. Ну, как склеивать там, если товары, другие отзывы, не от моего товара. Да, ну, они по-другому. Да, ну, я не знаю, самое, сложно сказать насчет того, что я говорю. Вот только если нейтральные отзывы, все равно надо, вот, чтобы конверсия максимальная была, все равно нужны реально живые отзывы с фотографиями, с видео. Тем более сейчас плеер увеличился. Проголосовать, красота. То есть сейчас, ребята, сначала ты нагоняешь своих отзывов, их голосуют, наверх поднимают, потому что вот у меня сейчас на некоторые товары так делают. То есть прицепили отзывы, и они вообще не мои отзывы сверху оказались. То есть мне надо сейчас... Вот туда я добавлю, у нас с завтрашнего дня будет новая услуга, это формирование топа отзывов. Это особенно, да, при склейке актуально. И также будет за обонплату удержание топа в течение месяца. Ну вот, то есть, ну это сейчас, Саня, там дальше расскажет. Да, по ценам это все завтра. Просто это самый-самый-самый на данный момент актуальная вещь, потому что надо не забывать. Вот как у меня сейчас есть товары, где там средняя оценка 2,9, 3,5, 3,9. То есть никакими верифаями я не смогу поднять. Ну просто... Тут можно и сразу же сделать и как раз убрать весь этот негатив. Ну, рестарт, рестарт, а если у меня продается по 50 штук в день, я в носу ковыряю. Мне проще на эти 2,9 прицепить там 500 отзывов, потратить там, сколько там сейчас это будет стоить там? По 13. 2,5 тысячи долларов я с этого товара там за неделю эти бабки отобью. А если все норм, то и гораздо быстрее. Просто я еще вот это соотношение, количество отзывов, роста, еще не понял. Потому что на некоторых товарах это лучше работает, на некоторых хуже. то есть это надо... Еще от своих отзывов. Если они пролайканы или от возраста отзывов. Да, я говорю, тут настолько все сложно, что я говорю, набирать, 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 потому что я никогда... Ну, точнее, я верю как бы людям доверчивые в этом отношении, но в плане вот этой работы я все равно доверяю, но проверяю. То есть надо на своей шкуре все это очутить, понять. Ну, для этого надо дать много товаров и на них залить вот это все дело. То есть есть где-то очень успешно, есть где-то меньше. В будущем будем это знать. Так, все, про отзывы, я думаю, достаточно. Давай дать. Есть вопрос, если есть? По отзывам давайте тогда. Ну, я хотела еще добавить только то, что склейка как раз у кого сейчас тоже очень много писем за манипуляцию отзывами. Как раз, я думаю, вот после таких писем только склейкой можно поднять, потому что после этого просто не верифай, размещать, да. Ну, опасно, в любом случае, я тоже согласен. И за склейку пока ни кивар, ничего не было. Кто-то тоже там говорит, но это все делается не с ваших аккаунтов, и поэтому это абсолютно пока безопасно. Просто продвижение, продвижение. Это мы заходим, получаем трафик, чтобы нас увидели. Это неважно. Через верифай, через купоны, через индусов, через там еще какой-нибудь, через лайки и так далее. А вот чтобы нас непосредственно приняли решение, чтобы поднять максимальную конверсию, у нас влияет на это очень сильно фотография, очень сильно звезды, цена, то есть из-за этого на цену мы можем повлиять, так скажем, в зависимости, на кнопку нажал, в зависимости своего желания, а вот на отзывы мы повлиять можем только таким образом на данный момент, к сожалению. ну вот, ну, фотографии и цены мы можем сами корректировать. Поехали дальше. Ну, дальше рестарт, да, собственно. Рестарт исходит без вывоза товара и без переклейки штрих-кодов. Если вы упустили буст, например, то как раз рестарт будет, Amazon даст тот дополнительный буст, который он дает нового товара. Потому что многие, в принципе, у них продажи встают, как, собственно, ты говорил, или негативные отзывы, да, там, конкуренты добавили, или, может быть, сам товар не очень хороший. Мне кажется, как раз рестарт может брать весь этот негатив, который тянется с прошлого листинга и уже запускать заново все. Мне так кажется. Денис? Что-то у нас там отцепился этот, отцепился Facebook. Почему-то. У нас в Zoom все равно работает, так что продолжаем. А можно еще вопрос по склейке? Конечно. Сколько там идет поддержка после размещения отзывов? Ну, то есть, если отклеят, например. Гарантия 2 месяца, но она не распространяется на действия конкурентов. То есть, если конкуренты будут отклеивать это каждый день, то, ну, смысла их приклеивать на 5 минут в день нет. тогда что чувакам делать? Забыть про деньги и все? Ну, ну, говори, как есть. Говори, как есть. Нет, ну, мы входим в ситуацию, если склейка, например, провисела месяц, и были хорошие продажи, то тут, в принципе, да, мы ничего не будем. Но если сразу же отклеили, то, в принципе, мы делаем возврат. И так же готовы обсудить, да, там может быть, частичный возврат. Если это отклеил Amazon или сама склейка отвалилась, то, конечно, заново переклеим, и все, это без проблем. А как можно понять, где Amazon отклеил, а где конкуренты? Ну, это уже смотреть надо. Ну, то есть, по факту. Яс, спасибо. Дальше. Ну, в целом, уже, да, есть какие-то ниши, которые смотришь, и уже даже не готовы за них браться, потому что там постоянно отклеивают. Я прослушал, подскажите, а при склейке там verify или не verify? Только verify отзывы. А, спасибо. Поэтому у него очень хорошо на сборке, да, лечим. Кань, наверное, сколько услуга это стоит, склейки? Там есть два пакета, золотой платиновый, золотой по 13 долларов за отзыв, платиновый, как раз дженерик, про то, что Денис говорил, по 20 долларов за отзыв. Спасибо. А там точно все только verify? Да, точно, все только verify. Ну, понял. Сейчас только verify отзывы клеятся. Ну, просто их клеить можно тогда, когда они затеряться могут, потому что если ты в 18-м годом листинг сделал, а в 15-м годом тебе подклеили эту склейку, то понятно, что вопросы будут. Нет, можно, во-первых, дату убирать, дату создания листинга, можно дату создания листинга ставить более старую, и в принципе это же клеятся вариации, то есть это может быть просто обликновенный или какая-то новая вариация и все. Так что в этом, я думаю, проблемы нет. Хотя да, тоже логично. Аферисты, все придумали. Я не знаю, сколько правил не делаешь, всех правил можно обойти. Ну ладно, поехали дальше, интересно. Еще вопросы у кого-то по склейке? Все стесняются. Вопросов нет, дальше пошли. Дальше, по рестарту, да? Я уже говорила, то есть если упустили буст, совсем нету продаж, как раз сегодня был человек обратился, от тебя Денис, кстати, который приклеил отзывы и немного продажи возросли, но сам буст вот этот, он уже все упустил. Вот тут как раз нужно, мне кажется, как ты рассказываешь, делать рестарт товара, не верифай, добавлять к листингу, раздачи делать, верифай делать, и потом уже скрыть только. Вот Роман пишет, пассивно видно возврат листинга. Ну это в любом случае, Роман, тут есть моменты, как можно проверять, склеены они там, не склеены там, ну на самом деле. Я могу одно сказать, что мы же рассчитываем не на конкурентов, а именно рассчитываем на покупателей. Покупатели не знают ничего, они не пользуются ревселлером, они вот, я только что с человеком разговаривал, который живет в Америке, он просто не понимает вообще, зачем на Амазоне что-то покупать. Он говорит, просто зайди в Walmart, говорит, там все в два раза дешевле. Вот все подряд, в два, в три раза там. Говорит, вот у меня, говорит, я люблю бас-бомбы, они там стоят там 2,97, 6 штук, 3,97, там я не знаю, 15 бас-бомбов стоят там 9,97 с 15% скидкой. То есть, говорит, иди на Амазоне попробуй это купить. Просто то ли обнаглели, сидят им лень там по супермаркетам уже ходить, то ли еще он говорит, я лично не могу понять. Вот, из-за этого я лично, вот мое мнение про Амазон тоже было. Я когда на нем начал торговать, вообще смотреть товары, я вижу популярные простые товары типа Home and Kitten и так далее, там треть это с Алиэкспресса, просто в три раза дешевле можно взять, то есть там ножницы с каким-то там 15 баксов стоят, на Алиэкспрессе они 5. Причем еще особенно раньше было там можно было мудрить с этими, с кэшбэками до 20%, но сейчас там пускай там 4,5-5% кэшбэк, доставка бесплатная. Вот, и все то же самое. Единственное, она долгая. То есть вот моментов много, я как бы ориентируюсь именно на покупателей и из-за этого двигаюсь в это направление. А то, что конкуренция растет, вот этих всех вещей полно, когда вот многие-многие-многие там всякие разные вещи делают. Я вот, например, кто вот дропшипер и знает, вот зачем они мне прицепляются, например, вот сейчас у нас по Москве, например, там по Киеву, не знаю, там, ну, в 19.00, например, они прицепляются, просыпаюсь я утром ранним, где-нибудь часов в 6, утра их уже нет. Зачем они так делают? Я просто не понимаю. Они со мной делятся продажами, они у меня всю ночь выигрывают байбокс, потом оцепляются. Потом я за эти 6 часов, если нормальной торговли, я там 100 штук еще успеваю продать, 50-60 штук продать могу, то есть с 6 утра там до 12 дня у меня закрывается дневная сессия. Я некоторый момент тоже понять не могу. Я понимаю, когда у меня каждый день разные магазины крепятся, FBM, но я не понимаю, когда у меня раз в неделю прикрепляются другие магазины, FBA. Из-за этого моментов очень много, если на них, о них думать, голову ломаешь. Зачем? Ну, бывает информацию собираешь как-то, раз узнаешь, понимаешь, как они работают, зачем они так делают. Я просто двигаюсь в другом направлении, то есть торговые марки сделали, закрыли вопрос, дальше двигаемся. Ой, так что вот так, давай, Аня, продолжай. Аня, а что с верифаем, какая статистика? В смысле? Ну, статистика, 50% вот это что ли? Ну, нет, я имею в виду, они же тоже там какие-то убирают и все остальное. Ну, то, что Амазон чистит, не знаю. Ну, да, да, я имел в виду, такую же есть такая же статистика, как вот по не верифаю. Нет, статистики нету, потому что зачастую Амазон и реальные верифай отзывы стирает. Тут так следить вообще невозможно. Ну, да, если у тебя 15 отзывов, то ты сидишь и бледешь за ними, а когда у тебя их 115, уже меньше, а когда еще больше, то совсем сложно за ним следить. Ну, все равно Амазон чистит и верифай в том числе, причем очень активно в последнее время. Давай дальше, не будем затягивать. Да, рестарт, да? Да. Ну, расскажи что-нибудь еще ты. Ну, про рестарт? Ну, да, потому что вот многие, как я поняла, как-то про него забыли или не учитывают его. Я считаю, весь негатив, который был на старом листинге, от него можно избавиться, причем рестарта. Ну, согласен, абсолютно нормальная тема. Есть просто рестартов два вида. Первый, это органически вывозим его со склада, а второй, соответственно, делаем вот так вот. То есть, просто берем и меняем осень, скидываем как бы и заново рестартуем. Вот, нормальная тема, живая, меня она вполне устраивает для моей стратегии. Все как бы нормально. Вот, из-за этого никаких, никаких минусов вообще в этом не вижу. То есть, мне кажется, это очень удобно, очень удобно. Есть моменты, связанные там с тем, что вывозили товар и так далее. Вот мы недавно вывезли товар, и, ну, то есть, одинаковые товары на разных аккаунтах даже, не лисинг, а именно аккаунтах. Вот, вывезли и сделали, как оно называется, ну, короче, это вывезли и прицепили в виде вариаций, чтобы распродать товар. А потом оказалось, что можно было даже с другого аккаунта прицепиться к другому моему аккаунту и оттуда продавать. То есть, технических всяких моментов реально достаточно много, вот, по которым можно работать, вот, ну, мы как бы работаем, по большому счету. Ну, так же, если кто-то запустился, да, неправильно, буст уже утерем. Ну, да, но это уже классика жанра, то есть, неудачный запуск, все запуски, которыми я занимаюсь, по большому счету, они именно вот такие, то есть, они все, как это называется, они все идут именно через рестарт. раньше мы делали, могли себе позволить рестарты такого плана, то есть, такой лайтовый формат, то есть, ну, запустили, ну, это опять, когда вот видно, очевидны ошибки у людей, то есть, ну, очевидны ошибки, когда там просто, я не знаю, человек взял и запустил товар, вообще не думая, и соответственно, что с ним делать, естественно, рестартовать, то есть, ну, вот, рестарт делать. Ну, да, в принципе, это абсолютно, рестарта не надо бояться, тоже, ничего не было такого, многие, вот, как теперь стать саппортом, да, меня Амазон заметит, нет, никаких банов, никаких опасностей, пока от этого не было. Сделали рестартов тоже очень много, и все это абсолютно безопасно. Вопрос по рестарту, ну, получается, тогда в теории ты можешь постоянно рестартить, и получаешься вечную жизнь. Так и делаю. Так и делаю. Да, у нас есть товар, например, где физически невозможно удержаться, негатив просто водопад, то есть, два-три месяца и привет, и там вот реально приходится рестарты делать. Я, у меня прям на виду, мои товары держатся, а у меня прям чувак на виду, на моем, ну, просто у меня на глазах, уже раз лоханулся, привез, вышел в топы, что-то с ним случилось, он упал, потом он, значит, восстановился, сейчас смотрю, опять у него рестарт, то есть, там, 10 дней товара, он опять в топ-3. То есть, чувак постоянно делает рестарты. Я, как у тебя, в первую очередь, я вижу, что, предполагаю, что он каждый раз ошибается с товарными остатками, ну, и какие-то у него технические проблемы возникают с теми же негативом, там, кто-то его жалует, кто-то его глушит, то есть, ну, человек умеет продвигаться, то есть, вот это из той серии, когда я тогда еще рассказывал, что мы первой стадии, что шли, когда на Амазон, мы вообще не понимали, что это такое, то есть, кто из оффлайна, кто никогда в жизни продажами занимался, кто занимался онлайном, но не продажами, то здесь такая сборная солянка специалистов всяких, вот, и мы сначала разбирались вообще, что это за зверь такой Амазон, потом, вот я говорю, у меня всегда была первостепенная задача, когда я общался с людьми, это причина-следственная связь, то есть, если ты сделаешь это, что ты получишь, и что делали ребята, чтобы у них получился такой-то результат, такой-такой, просто история, вот, это вот чужой опыт, и получается так, когда мы разобрались с вот этим, и мы, соответственно, начали разбираться, как продавать товары, без прибыли, плевать, лишь бы покупали, пошла органика, как это вообще происходит, органика, как деньги приходят на счет, у меня, помню, пионер я открыл, и мне первые деньги пришли с Амазона через год, ну, вот так получилось, первый год был непростой, и, когда мы научились продавать, по большому счету, ну, вообще проблем нет продавать, именно вот эту органику получить, вот, ну, нет проблем, пошла вторая волна, это как заработать, а заработать бы хотелось побольше, вот, когда мы уже начали зарабатывать, возникли проблемы, связанные с тем, ну, стартовать-то мы научились, бустовать научились, а удержаться-то не научились еще, это еще такая не слабая проблема, удержаться, это негатив, это конкуренция, это тренды, это новые модели, е-мое, да там миллион просто, у меня самая основная проблема, у меня их несколько основных проблем, у меня товару, ну, не знаю, там, 120 дней, что-то такое, ну, недавно я смотрел, 105, ну, где-то вот, в этом районе, так у меня уже три дропшипера или говношипера эти привезли мой товар подделкой, трое, это за три месяца все, это я вообще в шоке просто, у меня товар там ни о чем, только из-за того, что бешеный наценок, просто, то есть они посчитали, я с нормальными этими ребятами пообщался, кто в этом специалисте, они говорят, ну, вот, смотри, математик, так-так-так-так-так, они ни копейки не вкладывают, ни в PPC, ни в рекламу, ни внешний трафик, ни в продвижение, ни во что, то есть они чисто просто купили товар твой там, пускай они дороже тебя купили в два раза, объем у них намного меньше, они закупили там 300-500 штук, посчитали, сколько ты примерно продаешь, по ночам там залазят к тебе и сливают, мне один вообще обнаглел, пишет, я ему там угрозные письма, там всякие фигни пишу, а им наплевать вообще не пишет, подними цену, давай buy box разделим, я говорю, нет, братан, я мой, будешь это самое, зарабатывать в пять раз меньше, чем ты планировал, чтобы у тебя про желание не было больше, привозить его, то есть, ну это я сколько денег теряю, вот сейчас на данный момент мы на состоянии удержания, потом будет дальше, когда будет торговая марка, надо будет выстраивать линейку, вот у нас там вкладыши, там вот то-то-то-то, можно же намного более серьезно к этому подойти, то есть выстраивать линейку на упаковке, там ссылки на свои сайты делать, там я не знаю, там делать ссылки на свои другие товары смежные, ну и так далее, и так далее, много-много-много нужно чего сделать интересного и играться с Амазоном так же, вот, ну это вот дальше, но удержаться очень сложно, из-за этого рестарты, это касается в первую очередь тех, кто или запустился сразу неправильно, или тем, кому это надо системно делать, к сожалению, с Амазоном так же, как ты говоришь, с Адалт, да, кому это ставят постоянно, значок Адалта тоже, на самом деле, здесь рестарты. С Адалтом сложно, вот как раз, мы с тобой одно время про это сказали, с Адалтом сложно, и там, у меня прокатило тогда только один раз или два, я уж не помню, и потом даже вот эти рестарты не помогали. Ну, кстати, если тебе интересно, перенесли, да, из Адалта твоего ученика. Так, а каким макаром? Он очень много писал в поддержку Амазона, и вот очень, по-моему, недели две или три, там, он каждый день по 10-20 писем писал, и все-таки он добился, что его перенесли в массажеры. Красавец, видишь, вот у людей один товар, да, когда у людей один товар, вода камень точит, из этой серии, я бы сказал. Молодец. Да. Упорство. Вот. Так. В любом случае, я сейчас скайп скину по поводу там всех этих услуг Каня. Рестарт, по-моему, 200 долларов стоит, но не столь важно. 200 долларов, и еще, если у вас, то еще плюс 100 долларов. Вот, вы просто с Аней там общаетесь, да, так что там какие-то скидки есть там на объемы там и так далее, все по-разному. Кому как нравится. А это все есть. Да, скайп я сейчас спину. Что дальше, давай, следующий. Что у тебя там? Дальше инвойсы мы готовим. В принципе, сейчас. Так, дальше. Пока такое, да. В принципе, инвойсы хорошие в целом, то есть они от разных компаний, и 90% они проходят. Так, если, забыл сказать, если не проходит, что у нас, есть гарантия какая-нибудь или еще что-то? Да, конечно, есть гарантия, то есть если не проходит, мы возвращаем, мы можем предложить, подготовить еще один инвойс по желанию клиента, либо вернуть деньги. В принципе, и разбан. 100% гарантия получаешь, да? Да, 100% гарантия, и разбан, и инвойсы мы делаем по 100% гарантии. В принципе, и по разбану, да, то есть если там с первого раза не получается, конечно, легче всего делать разбан, если напрямую обратились к нам, к нашим специалистам, да, без всякой самодеятельности или сначала обращаются к каким-то ненадежным товарищам, после них, конечно, очень тяжело уже разбанить. Так что, короче, принимайте решение, чем с первой попытки вероятность разбана с каждым разом все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Дальше. Так, дальше листинги, да, по листингам я хотела сказать. Давай. Давай рассказывай по листингам. Да, что-то Павел отказался. Ну, по листингам, то есть, также есть услуга по написанию и оптимизации всего листинга. Это тоже, может быть, с первого взгляда кажется не очень важно, да, то, что многие сами себе листинг пишут, многие считают, что там длинный текст, он более оптимальный. На самом деле, нет, лучше это тоже все изначально отдать специалисту, который подберет основные ключевые слова, наиболее релевантные и с хорошими, средними продажами по ключу. Также будет делать анализ листинга конкурентов, тайтл сделает, он, по-моему, там идет из топовых ключевых слов до 200 символов. Также буллеты, буллеты должны быть коротенькие, в принципе, от... говорить технические моменты бессмысленно, потому что просто каждому, что нравится, имейте в виду одно, что, во-первых... Ну, это наиболее оптимальное, будет лучше индексироваться просто. Ценник по листингам. Нет, ну, лучше все сделать с самого начала, я тоже считаю, хорошо, но, опять же, кому что нравится. Так я сейчас по листингам скайп закину, потом закину. Смысл один, для меня лично. Что такое листинг? Это фундамент, от которого отталкиваемся. Если он будет плохой, все развалится. То есть, если где-то какая-то дырка есть, развалится, и момент, связанный с всякими файверами и всеми остальными, если, если где-то хотите заказывать, самый важный момент, спрашивайте всегда одно. Это... Торгуют ли они на Амазоне? То есть, вот, очень многие вот эти писатели, рукавлуды, которые пишут листинги, там, все вот это делают, никогда в жизни ничем не торговали. Ну, дело же, полдела именно в написании, другие полдела в подборе ключей. Вот. Ну, дело не только основная масса, там, все по-разному. Просто я еще раз говорю, обращайте внимание, всегда спрашивайте, у человека торгует ли он на Амазоне. Потому что писать, рисовать, художеством заниматься, пускай книжки пишут. Вот. А то, что они листинги пишут, и которые продаваемые, которые они пишут, что там их там клиенты и так далее, все это хир собачье. Я тоже могу здесь там тысячи отзывов написать, как у нас там классно и так далее. Только доверяйте людям, которые торгуют на Амазоне. Если они не торгуют, и их листинги ничего не стоят. Потому что они на практике ничего не знают. Они в лучшем случае имеют обратную связь. И то не факт. как у нас тут умельцы есть, которые не успели работу сделать, просят сначала отзывы, чтобы они написали. А потом, потом только работу выполняют. Так же и здесь. Вот. Из-за этого все, что занимается. Уже технический момент то, что работа с серфтермами это 80% работы. И когда просят там, я не знаю, там 70, 50, 100 долларов, 200, 300, 500 и дайте нам еще серфтерм, их работа не стоит абсолютно ничего. Это писанина. Потому что продажные тексты особо их там никто не читает по большому счету. И не надо там вот это вот я там буллеты по 10, по 20 раз повторяю. Никто их не читает. Мы их пишем для робота. А не для человека. Человек в основном смотрит картинки, смотрит отзывы, рейтинги звезд смотрит там, смотрит ценник. А листинг его не должен отпугнуть. Ну, я не знаю. Есть, конечно, мастера, которые все-таки заинтересовывают, какие-то преимущества описывают. Ну, по большому счету это большому они надо. Все так более-менее делают. И работа с ключами она для робота назначена, а не для покупателя. Ну, так что с листингом действительно надо внимательнее, аккуратнее. И доверяйтесь только тем людям, которые торгуют непосредственно на Амазоне, которые сами столкнулись с проблемами, ранжируется товар, не ранжируется, поднимается, не поднимается. А не тот человек, который никогда это не делал, сам шкуры не ощутил, а только там ему какие-то отзывы скинули. Может, он хочет слышать только положительные отзывы о своем листинге. Это как зонбласт. Дает гарантию на подъем ключей в любом случае, если что, деньги возвращает. И листинг у него стоит 500-700 долларов. Да я сам готов гарантию дать. Какие проблемы? Давайте мне 700 долларов за листинг, и там, я не знаю, сколько они там хотят, что 300-500 раздач сделать, да он взлетит, ее моя 100%. И то у меня есть ученик, у которого он не взлетел. Даже при таком раскладе ему деньги зонбласт вернул. Так что это все математическая статистика, что при любом изменении и при правильных действиях тебя поднимется. А так как они ценник так задрали, что там все дела, ну вообще в двойном плюсе, то есть, ну плюс гарантии, вы с гарантией просто платите. Это про такие, про самых там, типа, распиаренных. Пошли дальше. Угу, дальше. Так. А, у нас еще новая услуга, это консультирование по игрушкам. Так, в чем там она заключается? Консультация по игрушкам. Полностью кто собирается заниматься игрушками, она заключается... По каким? Сексуальным игрушкам консультация? Или по детским? По детским. Ну, уточняю. Конечно, по сексуальным, но пока только по детским. Вот. По детским игрушкам, что именно? Наш специалист тоже даст оптимальных поставщиков, с которыми уже есть договоренности, да, несколько поставщиков у него есть, расскажет, какие документы нужны, в принципе, все по порядку, как выходить, как запускаться, какие трудности могут возникнуть, ну, и все там вопросы, какие могут быть. Вопрос, знаешь, как у меня, вопрос такой, это для привата касается или для дропа, в первую очередь? Для привата. Это принципиальный вопрос. Если для привата ты ищешь фабрику в Америке, и тебе нужны сертификаты, вся вот эта бодяга. А если для дропа, там надо именно официальные оптовые фирмы, ну, какие-то такие... Нет, нет, там он все, и про сертификаты, про все это расскажет. Отлично. Так. Удаление хайджекеров стоит эта услуга 300 долларов. Честно, к нам еще по ней не обращались, почему-то все так скептически и негативно относятся. Ну, здесь мы тоже никого не заставляем. В принципе, кто сам не может, потому что очень много умельцев, да, кто говорит, сами от них избавляется, поэтому... Ну, тут уже услуга такая есть. В принципе, она работает. Дальше что у нас? Создание, обработка фотографий. Фотограф в Киеве находится. В принципе, он может и обрабатывать фотографии, если ему прислать какие-то исходники. он тоже может все это сделать. В принципе... Отлично. Фотографии вопросов нет. Да, по Киеву все есть. У нас еще там 3D-рендинг есть, я так помню. Угу. Есть. Там необходимы точные размеры, прям с линеечкой точные размеры объекта, да, и в принципе это все такое создается, красивые картиночки 3D. сам товар необязателен. Отлично. То есть, да, им необязательно получать сам товар, не трогать его. В принципе, про торговую марку рассказали. Наверное, это вот и есть основные услуги наши. Угу. А какие цены на фотографии и на 3D-модели? На фотографии 300 долларов, на 3D-модели надо уточнять. Ну, то есть, конкретно ситуация. Именно какой объект, по-моему, тоже в районе 300 долларов. Там тоже, смотря сколько фотографий, кто-то хочет себе одну 3D-модель сделать, кто-то весь набор, да, фотографий на Amazon там. Так, я вот смотрю в списке. Разбан листингов, аккаунтов, что мы делаем? Разбаниваем, готовим апелляцию, инвойсы по необходимости, полностью сопровождаем. Так, дальше подготовка инвойсов. Мы рассказали об учении настройки PC подключен. Ну, это вот на предыдущем, да, каком-то лайве Федор про это рассказывал. Это тоже услуга есть. По трейдмарку, по патентам, по неймингу Саша рассказал. Да. если можете к Ане обратиться, она вас перейдет на Саш, что-то, какие-то проблемы нет. Ну, в принципе, тогда все, здесь все понятно. Какие вопросы есть, давайте по любым услугам. Вообще, какие мы, например, не назвали, там делаем, потому что на самом деле мы делаем любые услуги, а если сами лично не делаем, то можем ребят найти. А второй момент, это касается единственных таких моментов, на данный момент у нас нет специалистов, может, что-то посоветовать. Это реальная работа по сертификации различного рода, потому что информация разрозненная, раскиданная, непонятно много очень вопросов, где и как что пробивает, что меняется, что изменяется. И, наверное, есть момент связанный. Ну, да, вот, сертификация в первую очередь. Патенты все-таки у нас как бы юристы для этого попроще, а сертификации совсем беда. пока вопрос не закрыт. Да, потому что как бы не хотелось бы подделывать рисование. проверяется все-таки. Да, заниматься как бы не хотелось. Так, по услугам здесь понятно, по-быстрому я пробегусь у нас, значит, это самое, по обучению. Закончил. По встрече в Москве осталось шесть мест всего. А когда у нас там это самое? Ну, до пятидесяти человек, то есть добираем до пятидесяти человек, в любом случае, встреча у нас восьмого. Так что до восьмого как бы народу набралось очень много и очень прям серьезных ребят. Сергей, кстати, придет. Ничего не сказал? Я в группе который. Сергей, какой Сергей? Ну ладно. Вот, то есть народу реально много, так что дело не в спикерах совершенно. Вообще цель вот этого сборища абсолютно не какая-то там, я не знаю, ну, для меня лично я не знаю там, что-то мы такое. На лаве я абсолютно все рассказываю. То есть в личных встречах мы будем рассказывать, то же самое, никакого там эксклюзива или еще чего-то не ждать. Я туда хочу именно пообщаться с людьми, познакомиться. Здесь познакомиться, да, вопросы можно. Да, у каждого свои собственные вопросы личные, то есть там какие-то моменты и так далее. Почему-то не хотят, например, онлайн позвонить, спросить, а вот именно оффлайн. То есть здесь больше именно хочется создать какой-то клик. Понятно, что вполне возможно, если мы соберемся там 50 человек раз вот, у нас второй месяц уже прошел, вот мы опять собираемся, а так планируем раз в месяц, может быть там в конечном итоге останется костяк человек 20, который будем встречаться просто в удовольствии, чтобы пообщаться, обменяться опытом. Это очень полезно и энергетически очень полезно и практически очень полезно. Много таких моментов и нюансов лазит, которые возникают только при долгом разговоре. Вот, я вот честно могу сказать, ребята даже с Украины, он там, Федор приезжает, то есть и в прошлый раз приехал, как это контор забыл, но не важно. То есть в любом случае это мне очень нравится, это полезная вещь. У кого есть возможность и желание, всем советую, а там дальше будет видно, как это будет развиваться, потому что формат форума непосредственно, которое давно мы собираемся. Пока я просто даже не знаю, лень организовывать, что ли. Надо просто промониторить, реально спрос спросить, вообще, что хочется. Потому что формат того, что выходит спикер и рассказывает час свою тему и потом он задает пять минут вопросы, мне вообще кардинально не нравится формат, просто он неинтересен, потому что у меня какие-то есть вопросы к этому человеку, я хочу ему задавать там много вопросов. А может быть, я ошибаюсь, может быть, если народу нравится сидеть, слушать там, как человек отправил там один контейнер морем, как он там, какие печати ставил где. То есть, ну не знаю. Вот. Из-за этого... 90% нам нравится такой формат, который сейчас. Многие очень обрадовались, что именно в таком... Ну, я же это говорю, мы... Я всегда хочу что-то нестандартное, хочу выстраивать что-то необычное, интересное, но не всегда это подходит. То есть, мне это интересно, другим нет. Попробуем, посмотрим, а там в любом случае подстроимся под массы, потому что нетрудно сделать любой формат, лишь бы было людям интересно, и ребята хотели поделиться этой информацией, потому что есть много всяких нюансов и организатор и все остальное. Аня, большое спасибо, что она этим занимается и ребят, которые ей помогают. Вот. Ну, еще раз говорю, я считаю, а дальше должна быть глобальная. В прошлый раз мы, по-моему, часов в 6 сидели, я даже времени не заметил, как пролетело. Так что, вот так. Так, значит, что еще? Есть добавить? Да, в принципе, все. Ну, все, тогда чуть-чуть, опять же, про обучение. Обучение у нас льготный период закончился. В принципе, сейчас все стабилизировалось, осталось вот как есть. Два формата, это основных, это трехмесячный и месячный. Ну, вот, курс месячный оставили, потому что очень часто приходят ребята с других проектов, когда людей не научили именно по факту торговать, а научили по факту только тратить деньги. Это заплатили за курс, заплатили за товар, заплатили посредникам, заплатили за доставку, заплатили за листинг, заплатили за что там, за фото. все, курс закончился, бабок нет, за все заплатили за то. Все есть, все готов, а как стартовать непонятно. И предлагают, говорят, давайте еще столько же бабок, и мы вам поможем, там, каких-то консультантов дадим, там, я не знаю, вот заплатите, там, этой конторе заплатите, этой конторе, вам бустанут товар. И опять, опять, заплатил, 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 а кто будет действительно стратегию все вести, за это отвечает, никого нет. То есть, обучение прошло до момента старта, а потом просто услуги, вот как у нас на данный момент. Просто приходи, бабки, плати там, за 100 не верифай, заплатил 600 баксов, ништяк, за склейку заплатил, две штуки, ништяк, ну, не зашел у тебя товар, ну, ты сам виноват, ты его выбора плохо, там, то, 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 но нет никого, кто тебя реально ведет, контролирует и объясняет, как надо, вот, это самое, смотри, там, репорты, на что надо внимания обращать, с чем ты борешься, какие ты цели и задачи преследуешься, ну, то есть, вот эти все вещи, из-за этого начальной стадии всем говорят, везите по 500 штук, ну, если лоханетесь, там, ну, ничего страшного, там, на своих, на своих ошибках, мы же вас направили, на своих ошибках, из-за этого очень часто многие приходят именно или на начальной стадии, то есть, просто, я говорю, человек, я просто тупо не знаю, как запустить товар, а вторая часть людей приходит, я уже запустил и у меня ничего не получилось, давайте это самое попробуем, из-за этого мы это оставили, хотя, нам этот формат неудобен, потому что гораздо сложнее помогает человеку запускать товары, которые мы выбрали, то есть, которые он выбрал, ну, потому что мы же не знаем, как он выбрал, он там, каким причинам, я вот говорю, я терпеть не могу товары, брать там 500 штук, там, вот это вот, количество меньше 500 штук, это вообще просто спичка какая-то, если ты его нормально запустишь, он очень быстро кончится, и ты опять в out of stock, то есть, твоя работа на смарку, а второй раз человек это будет делать, будет сложно, то есть, я за это не люблю, сам формат, вот у сток же можно избежать по рестартам, тогда можно все без рельсов, что заказывать, ну, еще по количеству, с рестартами, а что рестарт тебе дать, это новый старт, у тебя закончился товар, ты его просто рестоптанул на новый, на новый, истинка, и все, согласен, второй раз рестартанул, он не зашел, второй раз в одну всю воду не войдет, конкуренты вылазят, у меня постоянно новое, так, выключай фейсбук, тебя фонит, наверное, то есть, постоянно, постоянно, когда ты занимаешься этими делами, вот этими рестартами, есть несколько нюансов, очень важный первый нюанс, связанный с тем, что ситуация на Амазоне меняется, конкуренция меняется, все меняется, у нас уже большой, в этом отношении опыт, много рестартов, и не всегда все заходит, много раз подряд все классно заходило, и на последний раз не классно зашло, вот, это первый момент, второй момент еще более важный, за счет чего мы делаем рестарт, наши ресурсы ограничены, вот у меня на данный момент есть стратегии, есть все классно, многие товары продаются, многие там находятся в стадии рестарта, потому что новый год кончился, каким причинам он там свалился, и так далее, а мне раздать некому, я уже, вот у меня товар по обучению, плюс я еще привез, у меня 5 СКЮ, я уже их раздал, штук 400, ну нет у меня больше ревьюеров, ну, ну даже если я найду, был бы у меня один СКЮ, один СКЮ, и если бы, ну я еще человек 50, может и наберу, ну может 100, но если рассматривать на 5 СКЮ, причем 2 аккаунта, я точно не найду на них и 100 раздач на 5, это по 20 раздач вообще ни о чем, но это я свою ошибку сделал еще давно, после этого я поменял стратегию по товарным остаткам, по ассортименту, по старту и всему остальному, но как бы ни было, это сложно, не получится, вот, из-за этого надо использовать новый ресурс, из-за этого я подтянул PPC активно, из-за этого я активно как бы занимаюсь с этими купонаторами и всем остальным, достаточно активно, но пока еще не самое, он не готов, соответственно, ничего там такого нет, ну, пойдем, значит, в чужие сервисы, оплачивать денежку, ничего страшного, вот, вот и все. Вот и все. Ну да, кстати, по ресторанту многие считают, что после того, как сделали ресторт, у них тут же должен быть буст, и они окажутся на первой странице без раздачи, без всего прочего. Не, ну это вообще правильно, да, и не забывайте, что ваши отзывы улетели, в принципе, часто их и не надо прицеплять, на самом деле, вот, можно рестарт прицепить, можно более хитро сделать, можно сделать рестарт, а потом просто эту вариацию к себе прикрепить, да и все, то есть с этими самыми, с отзывами, ну вот, так что, вот этот момент, в принципе, все по старту, при старту, но это опять я говорю еще, кому что нравится, по самому обучению, чем у нас отличается от других, у нас есть личная консультация именно с нами, вот, весь в этом смысл, у нас есть сообщество, на самом деле, я переписываться не люблю в скайпе, я не участвую особо, вот, ну раз в неделю мы обязательно созваниваемся, голосом общаемся, отвечаем абсолютно любые вопросы, я не знаю, кто ребят наши есть, сами знают, вот, мы не уйдем пока там, не ответим на все или не начнем засыпать, вот, а из-за этого, я думаю, мы закрываем львиную долю, если у нас есть какой-то социальный заказ, то есть какая-то тематика, недостаточно раскрыт, или еще что-то, мы постоянно, как бы это пытаемся, восполнить, так скажем, эти дыры, вот, сейчас мы делаем, у нас не было никогда технических видосов, под наш вот как раз курс, мы сделаем технические видосы, именно тот набор видосов, который не будет, человека, который там, я не знаю, с гор спустился, ему начали про какой-то там внешний трафик рассказывать, ему конкретно надо рассказать, как зарегистрироваться, как получить то-то, как сделать это, как сделать это, как запустить товар, все, и дошли до конкретных продаж, у нас курс не заканчивается именно в момент, прихода на Амазон, приехал товар на Амазон, ну все, братан, давай удачи, вот, ну естественно, человек может затянуть единственный, вот этот момент, но тут уже не от нас зависит, но и всегда нас летит, вот, у нас есть момент, соответственно, вот с этой, со звоном, человек, который с нами каким-то образом пересекся, он всегда с нами остается, вне зависимости, вот, и участвует всегда в этом, скайпе, созвонит, вот, вот, так что информация всегда, обмен и все остальное, и новости, и все остальное у нас как бы там все есть, вот, и третий момент, мы все-таки запускаем товары в группе, сами, все ребята знают эти товары, их видят вживую, нам не надо перед кем-то там отчитываться, показывать, что мы все-таки реальные чуваки, что мы торгуем на Амазоне, они занимаемся инфобизнесом, просто как априори уже ясно и понятно, мы можем совершать живые ошибки, мы там эксперименты делаем, а вы на наших ошибках уже учитесь, и их не делаете, или делаете абсолютно то же, как и мы, у многих, конечно, есть в этом отношении перекос, они тупо везут эти товары, ну, тут мы заставить ничего не можем, единственное, я всегда предупреждаю, я помогать с этими товарами не смогу, вот, по понятным причинам, вот, естественно, мы когда запускаем товары, мы, естественно, анализируем нишу, и смотрим цену хода, ну, в принципе, все по обучению, я думаю, все понятно, вот, обучение у нас начинается, мы планируем начать с понедельника, через неделю, через 10 дней, вот, сейчас мы допилим эти видосы, вот, так что процесс идет, чуть-чуть развиваемся, пишем сайты, и все делаем, вот, все, что новое будет, все расскажем, так что давайте вопросы, и, в принципе, на сегодня, думаю, достаточно, еще на месяца 3, наверное, рассказов про услуги, про все остальное, у кого какие есть вопросы? У меня не вопрос, а предложение, когда вот эта встреча в Москве будет, то позаписывайте видосы, ну, для тех, кто не сможет приехать, проникнуться атмосферой. ты не проникнешься нифига, на самом деле, потому что, я уже думал, у меня, в принципе, техника есть, только если мне бегать там всех ходить снимать, это, конечно, я смотрел, там, у Алены, как они там на телефон записывают, вот, операторов, не знаю, бюджет мы не, не набрали такой, чтобы все это, так скажем, оповещать более качественно, профессионально, но посмотрим. Хотелось бы фотографа хотя бы набрать, чтобы просто хоть вспомнить было, хоть это, вот действительно атмосфера вот этого хотя бы частично, вот, так как вот, будет фотограф? Ну, у них должен быть, по-моему, ну, короче, мы там, это самое, это нам надо, онлайн-трансляция, продает, онлайн-трансляция, онлайн-трансляция, да, что там, делаем, вот, в принципе, в принципе, это все можно сделать, просто я не знаю, как, как это получится, но, если просто это поставить на тумбочку, видеокамеру и записать, будет проблема, вполне возможно, звуком там, с этим, с тем, то есть это такое, надо, чтобы человек ходил и все это тупо снимал, подходил, отходил, вот, ну, есть моменты, как бы, вот, но встреча пока тестовая, первая, да, то есть, ну, я в любом случае, я технику привезу, я технику привезу, у меня, в принципе, все для этого есть, вот, но я, как-то это, просто не знаю даже, ну, у меня достаточно будет экшн-камер со стабилизатором, этого будет достаточно, уж лучше любого телефона и так далее, ну, вот, этого достаточно, фотоаппарат, я думаю, не надо, хотя фотоаппарат можно привезти, но, я думаю, фотоаппарат тащить я точно не буду, но камер со стабилизатором можно. Сейчас на телефонах, по-моему, фотоаппарат лучше. Тебе-то окажешься, ты переоцениваешь, телефон у нас, на самом деле, ну, так что, вот, можно и на телефоны, так что никаких проблем нет, и телефоны есть, и камеры есть, и все остальное. Что еще? Касательно метапов, там, инфа прошла, вот, то, что тебе написано, что ты в Алматы собираешься. вот, ребята, кстати, позвали, ну, просто я сейчас об этом не анонсировал, ничего, мне, потому что сегодня, по-моему, или вчера написали, я вообще не в курсе, мне просто писали, хочешь приехать, мы там то-то-то организуем. Я говорю, я не против, давайте просто это переговорим, они сейчас, организаторы, кто это все организовывает, решают, напишут, как будет, естественно, мы об этом расскажем, покажем и так далее. Я без проблем приеду, единственное, я как обычно из своего города не знаю, как там туда добираться, но думаю, это решить. Вот на Украину мне сложно доехать, в Минск мне сложно доехать, но в Минск и в Алмату, там, в Астану мне можно доехать, потому что я все-таки живу здесь, на границе с Казахстаном, считай, если даже у меня вылета из Саратова не будет, можно спокойно, соответственно, доехать там до Уральска, до Самары, я думаю, оттуда уж точно есть. Это, конечно, через сутки ты уже у нас. Да, 500 километров на машине, потом туда ждать, потом туда-сюда, вот, то есть, ну, в любом случае, есть моменты, можно, да, до Москвы долететь и потом туда-сюда, но вот надо будет смотреть. Посмотрим ситуацию, но я планирую, да, я не вижу никаких проблем. Если с Украиной проблема, три раза перелет, тройной перелет, для меня это жестко, вот, но вот такой формат, в принципе, возможно. Ага, окей. Уж когда там будет, не знаю, но думаю, это самое. Да я говорю, надо все это организовывать, в любом случае, это очень полезно. Вот, я скептик во всех этих моментах и ленивый товарищ, но я вот съездил в один Минск, мне очень понравился. Я думаю, поезду еще побольше, посмотрю, набраться опыта и сделаю в Москве метап. Просто еще раз говорю, для меня очень важен формат. Вот, я не хотел бы повторяться и одних и тех же людей везде возить. Ребята, когда организовывал Sales Hub свой вот этот, как он там называет, забыл, неважно, вот, они, у них заточка именно на мировых таких продавцов крутых, то есть у них есть свой формат. Ребята, когда со Львовой сделали, они сделали с дропшиппом вместе, то есть там, и получалось, не помню, рассказывали там, дропшипперы рассказывают, приват лейбл пошел курить на улицу, приват рассказывает, дропшипперы пошли курить на улицу, я не знаю, я не вижу смысла, например, там, с дропом или с чем-то, оби нет, я просто не знаю, мне этот формат не важен, не интересен, в принципе, я не хочу оттуда ничего вытягивать, никакой информации, все, что надо, мне мои друзья по дропу все рассказывают, вот, но, чтобы организовывать вот эту встречу, должны быть единомышленники для меня лично, вот, и второй момент, второй момент, это вот именно в виде докладов это должно быть или еще что-то, потому что я никогда это не организовывал и особо на них не присутствовал, вот, и тот формат, который я вижу в интернете, в первую очередь, мне он, в принципе, не интересен, не очень интересен, вот, хотелось бы посмотреть, потому что докладчики тоже по-разному себя ведут, и мастер-классы по-разному ведут, и все остальное, посмотреть, как это выглядит, я на данный момент вижу это элементарно, это очень короткая презентация, то есть, человек, я такой-то, такой-то, умею то-то, то-то, задавайте мне вопрос, посадили там, вот эти товарищи, два-три товарищей будут отвечать на вопросы по тематике выбор товара, вот эти три участника будут рассказывать по тематике Китай. Вот. Вот эти три товарища по тематике запуск товара. И, соответственно, там запуск товара будет один специалист или несколько специалистов по PPC, например, на несколько специалистов по внешнему проекту. То есть вот такой формат мне интересен. То есть минимальная просто презентация, там 15 минут максимум. Там обороты, чем занимаешься, сколько занимаешься, чтобы понять, какие задавать вопросы и какая квалификация. Все. Больше ничего и надо. Мне неинтересны подробности, там как вот это, как я вот то, как вот 5-10. Мне интересно вопросы задавать человеку, чтобы из него что-то вытянуть, раскачать его. Вот. Вот этот формат я и хочу сейчас пока попробовать именно в личных этих беседах, а потом в принципе гнать соответственно дальше. И чтобы, кстати, метап был интересный, надо не эконом вариант делать, там по 50 долларов собрали и не поймешь, что. А надо все-таки, чтобы реально мы хотели, чтобы крутые спикеры приезжали, надо им оплачивать дорогу. Это не дело, когда люди за свои деньги едут еще и рассказывают, там, не то, что там я, им там деньги платить. Им платить денег не надо. Но чтобы они приехали, доставить их там на проживание, там, на ту же ночь. Я считаю, надо это организовывать. Вот. А для этого надо организовывать как-то на более серьезном уровне. Тогда у людей ответственности больше в этом отношении, и это все-таки не, не самое, не какая-то такое, более профессиональное сообщество. Нам же не надо, там, я не знаю, за 10 копеек собрали, не пойми кого, которые вот в соседней деревне живут, занимаются Амазоном. А что их слушать? Какой смысл? Какая от них информация будет? У них и квалификация абсолютно такая же. А люди, которые торгуют, там, на сотни тысяч, а еще, а еще меня убивает. Бывает, в зале люди сидят более квалифицированно, чем на сцене выступают. Вот. Это тоже момент такой немаловажный. То есть, я просто со многими пообщался по этому поводу. Ну, с другой стороны, бывает такая ситуация, что мы просто их не знаем. Вот. Вот этих, которых мы не знаем, они более еще интересны, чем тех, которых мы знаем. Потому что, во-первых, мы с ними не общались, а во-вторых, они реально бывают очень-очень интересные товарищи. Или нестандартным подходом, или просто с огромным опытом. Вот. Вот такая вот инстинкт, так скажем, очень интересная была. И второй момент. Это люди, которые не связаны с Амазоном никак. То есть, вот в сообществе приглашайте всегда, то есть, отправляйте ко мне любых, кто нам может пригодиться на Амазоне. Абсолютно любых. Особенно людей, которые там занимаются интернетом, и коммерсом, и так далее. Потому что, если мы из оффлайна рвемся в онлайн, там, заграничный, я думаю, наш онлайн также рвется туда же. То есть, внешний трафик, и там, я не знаю, специалисты по социальным сетям, там, еще какие-то вещи. Просто я в этом не разбираюсь, но огромное количество, я вот с некоторыми, бывает, с людьми общаешься, они начинают советы давать, ты понимаешь, что просто вообще не понимаешь ничего. то есть, систематики нет. Вот. Из-за этого это очень интересно, это очень полезно людям. В принципе, я закончил. Если нет больше вопросов, всем спасибо за участие, за вопросы. Так. Так, так, так. Тут нет вопросов. Вопросов, вопросов нет. Денис, звук отлично. Так. Ну, в принципе, все тогда. Всем пока. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok